Иногда жизнь подбрасывает нам испытания, которые кажутся непреодолимыми, и каждый день превращается в череду однообразных шагов по замкнутому кругу. Прошлое держит нас своими незримыми нитями, никак не давая сделать шаг вперед, а будущее теряется в тумане нерешительности и боли. Но даже в самых темных моментах нашей жизни может неожиданно вспыхнуть свет, и иногда одно случайное событие, одна встреча или одно маленькое решение могут изменить все. Открыв дверь к новым возможностям и новым дорогам, по которым мы еще не решались пройти, и как бы это странно ни звучало, но такой новой дорогой жизни может стать заснеженная тропинка на старом зимнем кладбище. Так и случилось с Владимиром в нашей сегодняшней жизненной истории. Сегодня вечером Владимир, затерявшись в многолюдной толпе на вокзале, не мог ни на секунду отвлечься от своей единственной важной цели – во что бы то ни стало успеть сесть на этот поезд. Время стремительно ускользало, как песок сквозь пальцы, и каждая минута казалась на вес золота. Его план был расписан по минутам, ведь ему нужно было не просто уехать, но и успеть вернуться обратно в тот же самый день. Толпы людей все прибывали и прибывали, а перрон медленно, но уверенно наполнялся до предела. Словно река весной, выходящая из берегов после долгой зимы. Люди стояли, тесно прижавшись друг к другу, нагруженные чемоданами, сумками, пакетами, и казалось, что кольцо людей вокруг Владимира становилось все плотнее и плотнее, лишая его воздуха. Он нервно поглядывал на свои часы, и с каждым новым взглядом его раздражение лишь росло. Время словно замерло, застыло в своем безмолвии, а поезд, которого он так ждал, никак не показывался на горизонте. Вокруг же, наоборот, с каждой минутой народу становилось все больше и больше. И это неудивительно, ведь сегодня 31 декабря. Все пассажиры спешили успеть домой, чтобы вовремя встретить долгожданные выходные и подготовиться к празднику. Кто-то ехал в деревню, чтобы привезти свежие продукты к новогоднему столу, а кто-то стремился к своим родным и близким, мечтая встретить Новый год в кругу семьи. В воздухе витало ощущение суеты и предвкушения праздника, ощущение, которое пронизывало каждое движение, каждый людской взгляд. Люди мечтали скорее оказаться дома, в тепле, за праздничным столом, позабыв, наконец, о всех хлопотах и заботах. Вот уже много лет подряд Владимир ехал никуда и ни к кому. Одиннадцать лет назад его жизнь трагически изменилась. Его жена погибла в аварии. Он долго уговаривал ее родителей похоронить Ольгу в городе, но его теща была непреклонна. «Ты еще молод, найдешь себе другую, свои дети появятся», — говорила она зятю. Ее голос звучал непреклонно, но в нем проскальзывали нотки материнской заботы. «Время лечит, и со временем боль обязательно отступит, а за могилой Ольги здесь в городе никто не будет ухаживать. Нет, Володя, похороним ее в деревне, а весной я цветов высажу на могилке». Деревня и то место, где жила мать его покойной жены, назвать было можно лишь с натяжкой. Это был крохотный поселок, затерявшийся в бескрайних полях пшеницы и ржи. Но у этого места было свое обаяние. Там был даже небольшой магазинчик, начальная школа и старое полузаброшенное кладбище, боком приютившееся на краю поселения. Владимир больше так и не женился. И не потому, что был охвачен непреодолимой верностью к давно ушедшей жене. Конечно, в первое время он тосковал по ней безмерно. Каждое воскресенье отправлялся на ближайший поезд, который увозил его к маленькому поселку. Затем ему приходилось идти пешком несколько часов по проселочным дорогам, преодолевая десяток километров до крохотного кладбища, где покоилась его любимая Олечка. Его всегда встречала с теплотой теща и заваривала крепкий горячий чай. Угощала своими знаменитыми домашними пончиками, наполненными вишнями, малиной или черной смородиной в зависимости от времени года. И обязательно передавала с собой пакет с банками ароматного варенья, сделанного ее заботливыми руками. Шло время, и острая боль утраты начала постепенно отступать. Визиты Владимира на могилу жены стали чем-то привычным и не таким болезненным, как раньше. Поначалу он приезжал каждую неделю, но постепенно его поездки становились все реже и реже. Сперва он стал появляться раз в месяц, затем его визиты сократились до одного раза в полгода, а спустя еще некоторое время всего один раз в год. Но теща никогда не выказывала ни обиды, ни разочарования. Она даже слегка удивлялась тому, почему ее зять до сих пор не нашел себе новую спутницу жизни и не открыл новую главу в своей судьбе. «Так и состаришься один», — неоднократно упрекала она его с мягкой улыбкой. «Да успею еще», — отвечал Владимир, не придавая ее словам большого значения. «Вот куплю себе квартиру побольше, тогда и женюсь». На самом деле Владимир вовсе не был таким уж святым и неприступным, как казалось окружающим. Он преподавал в университете, одновременно занимался небольшим частным бизнесом, и в его жизни периодически появлялись разные женщины. Были среди них красивые и не очень, молодые и зрелые, но все эти отношения оставались поверхностными и непродолжительными. Ему даже нравилось, что за его спиной люди шептались, «Смотрите, какой верный муж, а как он хранит память о покойной жене, даже и не думает о новой». Это создавало определенный образ своего рода ореол вокруг него, который он поддерживал, возможно, бессознательно. Но Владимир так и не женился, даже тогда, когда он покинул свою маленькую тесную однокомнатную квартиру и перебрался в более просторное и комфортабельное жилье. Вместе с ним переехал и портрет Ольги, стоявший на его столе, единственное, что напоминало ему о той жизни, которую он когда-то знал. Но теперь, спустя более десяти лет с ее смерти, этот портрет уже не трогал его душу так, как прежде. Лицо Ольги на фотографии словно теряло свои черты, становилось все менее отчетливым в его воспоминаниях, как будто растворялось, исчезая в необратимом потоке времени. Иногда Владимир пытался вернуть в своей памяти ее голос и ее заразительный смех, но все чаще его попытки не приносили успеха. Казалось, память больше не подчинялась ему, словно нарочно сопротивляясь этим попыткам воскресить образ той, кого он так любил. И каждый раз это вызывало в нем странное раздражение и досаду, как будто он начинал осознавать, что, возможно, пришло время перестать удерживать прошлое и дать, наконец, себе шанс двигаться дальше. В такие моменты Владимир ощущал гнев на самого себя, даже негодовал из-за того, что воспоминания, такие яркие когда-то, теперь становились все более призрачными и неуловимыми. Он корил себя за то, что, возможно, пришло время отпустить прошлое, перестать жить воспоминаниями и, наконец, задуматься о будущем, задуматься о новой семье, о новом этапе жизни, который, возможно, ждет его за поворотом, но сделать этот шаг казалось таким трудным, словно впереди был не мост, а самая глубокая пропасть. В самых сокровенных уголках своей души Владимир понимал, что после Ольги ему уже никто и не нужен. Он часто планировал отправиться на ее могилу в ближайшие выходные и наметить эту поездку в своем расписании. Но каждый раз, когда наступал новый день, появлялись очередные дела и заботы, и поездка откладывалась на неопределенное время. Тем не менее, была одна дата, которую он никогда не позволял себе забыть или пропустить. 31 декабря, в день рождения своей покойной жены, Владимир неизменно старался приехать на кладбище, невзирая ни на какие обстоятельства. Когда Ольга была жива, он всегда дарил ей в этот день три белоснежные хризантемы, ее самые любимые цветы. Они всегда приносили ей искреннюю радость и чуть ли не светились в ее руках, как символ их любви и нежности. И вот теперь, после ее ухода, эти три хризантемы каждый год неизменно появлялись на ее могиле, аккуратно возложенные Владимиром в один и тот самый день. Это был его способ поддерживать ту тонкую нить, связывающую его с прошлым, выражать свою любовь и память, которые, несмотря на годы, по-прежнему оставались с ним. Некоторые укоряли его за то, что на кладбище принято приносить четное количество цветов. Но Владимир никогда не обращал внимания на такие замечания. «Три и все», — твердо говорил он про себя, «потому что так любила его Олечка». Но в прошлом году впервые за все время Владимир не смог поехать в тот маленький поселок. Он тогда тяжело заболел гриппом и хотя к 31 числу уже и выздоровел, но чувствовал себя все еще слабым. К тому же коллега по работе, с которой он был немного знаком, отговорила его от поездки. Мол, дорога дальняя, а здоровье и так подорвано, неровен час простудиться снова, и болезнь вернется с новой силой. В итоге они встретили Новый год вместе. «Ну ничего, поеду позже», — успокаивал себя Владимир. «Тещи потом напишу, все объясню». Но время шло. А он так и не написал. И дозвониться до нее тоже не мог. Телефон все время был недоступен. Не было ни одной весточки с того поселка. «Наверное, обиделась старушка», — подумал Владимир, глядя на календарь. И вот зимняя пора незаметно растаяла, уступив место стремительным потокам весенних вод. А там и лето промелькнуло мимолетным миражом, а за ним и осень прошла, рассыпав листья, как пестрая покрывала. И вот снова подошел конец года, словно замкнувшийся круг. Владимир снова стоял на вокзале, крепко сжимая в руках целлофановый пакет, в котором аккуратно завернутые в бумагу лежали три белоснежные хризантемы. Он прекрасно знал, что снова положит эти цветы на могилу Ольги, а потом вернется обратно в тот же день. Уже были планы на вечер, встреча с друзьями в ресторане, где они договорились отметить Новый год в теплой компании. Поезд двигался слишком медленно, и Владимир начинал все больше нервничать. Время неумолимо поджимало, и с каждой минутой его беспокойство лишь росло. Успеет ли он вернуться вовремя? В голове беспокойно мелькали мысли, «Да кому это все нужно? Для чего все эти жертвы? Покойный? Или это всего лишь моя привычка, некий выдуманный долг, который я продолжаю исполнять по инерции?» Он чувствовал, как раздражение лишь нарастает в нем, отравляя каждую мысль. Наконец, поезд с грохотом и скрежетом остановился на нужной станции. Владимир быстро спрыгнул с подножки, и перед его глазами раскинулась бескрайняя белоснежная равнина. Снег простирался вокруг, казалось, до самого горизонта. «Сколько же еще идти туда?» С тоской подумал он, представляя себе долгий трудный путь. А потом еще и обратно. В его голове уже рисовались образы изнурительных километров, которые ему предстояло преодолеть. Ни протоптанной тропинки, ни следа на снегу. Лишь глубокая белизна, простирающаяся перед ним. На мгновение ему пришло в голову бросить все. И тут же вскочить обратно в поезд. Уехать, вернуться в город, даже если придется терпеть тесноту и толпу. Но этот момент прошел, как мимолетный порыв ветра. Поезд уже набирал скорость. И, обернувшись, Владимир увидел, как он удаляется вдаль, оставляя его одного перед этим бескрайним снежным полем. Владимир шагал по глубокому снегу, проклиная свою привычную порядочность. На полпути он заметил, что одна из ручек пакета с хризантемами оборвалась. С тревогой он посмотрел внутрь, и его опасения подтвердились. Из газетной бумаги торчали лишь голые стебли. Он вытряс остатки цветов на землю, и нежные лепестки бесследно слились с белым снегом. Когда Владимир наконец достиг поселка, его встретила настороженная тишина. «Сначала схожу на могилу, а потом к тёще еще загляну», — мелькнула у него равнодушная мысль. «Наверное, могилу запорошило снегом. Тёща старенькая, часто болеет. Ей совсем не до ухода». К своему удивлению, Владимир заметил, что могила оказалась чистой от снега, а к ней вела аккуратно расчищенная дорожка. Он остановился, ощутив неожиданное сомнение. Может быть, он сбился с пути. Но, оглянувшись вокруг, понял, что это место знакомо ему до боли, а рядом стояла новая могила, которой еще не было в его последний приезд. Нет, он не ошибся. «Все правильно?» Его взгляд зацепился за портрет Ольги на памятнике, и все сомнения развеялись. Когда он подошел ближе, то с удивлением увидел, что на могиле уже лежали три белоснежные пушистые хризантемы, такие же, как те, что были у него в пакете. Владимиру стало не по себе. Странное ощущение одиночества, смешанного с тишиной, окружавшей его со всех сторон, и этой бесконечной снежной белизной начинало угнетать его. Он даже не успел произнести привычные слова, которые всегда говорил «Стоя здесь!» «Вот я и приехал, привез тебе твои любимые цветы», но в этот раз кто-то явно опередил его. Кто-то пришел сюда раньше, и кто-то уже возложил хризантемы на могилу Ольги. Владимир настороженно огляделся и вдруг услышал шаги. Кто-то шел по расчищенной дорожке прямо навстречу ему. Навстречу Владимиру шла женщина с маленькой девочкой. Она улыбнулась и поприветствовала его. «А я ждала вашего приезда. Тетя просила передать вам вот это!» Незнакомка протянула сверток. «Здесь ее завещание на дом. Она говорила, что кроме Олечки и вас у нее больше никого не осталось». Владимир смотрел на нее с удивлением и непониманием. Тетя умерла. «Еще в прошлом году», — спокойно пояснила женщина, и развернулась, чтобы уже уйти. «Подождите, а кто вы такая?» — окликнул ее Владимир, делая шаг вперед. «Я?» — переспросила незнакомка, слегка улыбнувшись. «Меня зовут Мария, и я здесь живу». «Но...» — мужчина замешкался на секунду. «Никогда не видели меня в поселке?» — продолжала женщина. «Я лишь недавно вернулась из города, родила дочку и решила остаться здесь. В городе у нас не было ничего, ни работы, ни жилья. А здесь нужно же кому-то ухаживать». Она кивнула на покрытые снегом могильные холмики рядом. «Правда, Катя?» — обратилась она к девочке, которая с любопытством наблюдала за Владимиром. «А как же цветы?» — не унимался он, не понимая, как кто-то мог опередить его. «Это я принесла их на могилу Ольги», — спокойно ответила Мария, не смутившись от его вопроса. «У меня как раз хризантемы зацветают к Новому году. Ваша теща рассказала мне, что вы каждый год привозили цветы на ее могилу в это время. В прошлом году вас не было, и я вот подумала, что, может быть, вам не удастся приехать и в этот раз». Владимир почувствовал, как его лицо заливается краской. Неожиданность и легкий стыд смешались в нем, а слова просто застряли в горле. «Ой, простите, что так вышло», — быстро добавила Мария, заметив его смущение. «Вы ведь проделали такой долгий путь, должно быть, очень устали. Пойдемте в дом, я вас угощу горячим чаем с малиной. Я тут испекла пирогов, мы как раз с дочкой собирались встретить Новый год вдвоем. Знаете, зимой дороги к нам часто заносят снегом, никакая машина не проедет. Так что гостей у нас почти не бывает». Она улыбнулась, приглашая его пройти за собой, и Владимир ощутил, как от ее слов и теплого взгляда на душе стало немного легче. Владимир тихо усмехнулся. Он знал, что до поселка даже в лучшие времена, осенью, весной или летом после дождей, не всегда можно добраться на машине. Не раз и сам оставлял автомобиль на трассе. Но теперь, под теплым взглядом Марии, это казалось совсем неважным. И вот совсем уже скоро он сидел за столом, держа в руках чашку горячего чая. И теперь все из прошлой жизни, город, ресторан, друзья, с которыми он планировал встретить Новый год, казалось таким далеким и нереальным. «Боже мой, да я уже года три не был в отпуске», проговорил он вслух, не заметив, как его мысли сорвались с языка. «Простите, что вы сказали?» Мария повернулась к нему от плиты. «Еще чаю налить?» «Да, налейте, пожалуйста», ответил Владимир, ощущая, как тепло растекается по телу, согревая его и успокаивая. «Как там Мария сказала про могилы?» «Надо же за ними кому-то ухаживать», думал он. «А я ведь так давно не брал отпуск». Владимир сидел, ощущая, как уютный дом Марии согревает его своим теплом. Он подумал о том, как же быстро изменились его планы. В этом маленьком поселке, посреди снежной тишины, он вдруг почувствовал себя спокойным, как не чувствовал давно. Город, ресторан и вся эта суета больше не имели значения. Мария принесла еще чаю, улыбаясь своей простой, искренней улыбкой. Катя сидела рядом, мирно играя с куклой. Владимир смотрел на них и понимал, что это место, этот момент дарит ему ощущение уюта и покоя. И еще чего-то нового, еще не совсем осознанного. «Может остаться еще на пару дней», пробормотал он, «скорее к себе, чем к Марии». Мария тут же улыбнулась. «Будем только рады», ответила она. Владимир мило кивнул, чувствуя, как в его душе впервые за много лет разгорается теплое чувство надежды. Надежды на то, что очень скоро его жизнь изменится и, наконец, обретет новый смысл. И он остался навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok